Израиль ответил Ливану на нападение на пограничников Цахала. По данным Пресс-службы армии обороны, на пути следования патрульных джипов на израилько-ливанской границе сработало взрывное устройство. После этого по ливанской территории были выпущены около 50 артиллерийских снарядов. Ранее сегодня же в Иерусалиме произошел очередной теракт с применением холодного оружия. Ножевые ранения получили два человека, включая 15-летнюю школьницу. Ее состояние медики оценивают как стабильное. В Тель-Авиве в понедельник вспоминали погибших в теракте, который произошел в минувшую пятницу. Все подробности в репортаже моего израильского коллеги Евгения Савы. Живые цветы, поминальные свечи, фотографии. Четвертый день. Пап Симта на улице Дизинго в самом центре Тель-Авива закрыт. На входе вместо привычного меню траурное объявление с именами погибших в кровавом теракте минувшую пятницу. 26-летний Алон Бакаль работал управляющим в баре. Бывший боец спецназа, выпускник университета, он был убит на месте. Еще одна жертва, 30-летний Шимон Руими, в тот злополучный день приехал в Тель-Авив отметить день рождения друга. На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как убийца, находясь в соседнем супермаркете, абсолютно спокойно достает из сумки винтовку и через секунду открывает огонь по посетителям бара. Йоси Вакнин – один из тех, кого принято называть очевидцем теракта. Говорит, что за свою жизнь он не раз попадал в подобные ситуации. Уже 20 лет подряд каждую пятницу перед наступлением субботы он не спеша прогуливается по Тель-Авиву. Когда я услышал выстрелы, даже не сразу подумал, о чем идет речь. У нас скоро праздник Пурим, мало ли взрывают петарды. Но когда я увидел людей, лежащих на земле, а другие стояли в шоке, как копаны, я понял, что это теракт. Личность убийцы спецслужбы установили сразу. Им оказался 29-летний араб-гражданин Израиля Нашат Мильхем. Известно, что в прошлом он уже сидел в израильской тюрьме за причастность к террористической деятельности. Примечательно, что в полицейский участок на севере страны обратился его отец. Он узнал сына по кадрам, которые беспрерывно транслировали местные телеканалы. В тот же день полиция арестовала двух братьев, с которыми убийца предположительно общался до совершения преступления. За ходом расследования следит лично премьер-министр Бенямини Таньягу. Силы безопасности, Шабак и полиция ведут интенсивную работу по розыску преступника, совершившего убийство в Тель-Авиве. Эта работа проводится и при содействии граждан Израиля, проявляющих бдительность и ответственность. Я попросил министра внутренней безопасности предоставить правительству информацию о ходе расследования. Впрочем, если судить по результатам, то информации о местонахождении убийцы у израильских силовиков немного. Спустя четыре дня поисков есть только мобильный телефон, найденный случайно в Северном Тель-Авиве, и сумка с Кораном, оставленная на месте преступления. Многие критики нынешней власти говорят, что причины терактов следует искать не только в арабском секторе, но и в израильском правительстве, которое не предпринимает достаточных мер в борьбе с нынешней волной насилия. Нужно брать инициативу в свои руки, а не ждать очередных жертв. Террористы должны знать, что они не могут чувствовать себя в безопасности нигде и никогда. Это правительство не способно победить террор. Оно лишь уходит от ответственности и пытается просто-напросто купить спокойствие. Говоря о покупке спокойствия, экс-министр иностранных дел Либерман имеет в виду последнее решение кабинета министров о выделении более 4 миллиардов долларов на нужды арабского сектора. Бывший глава МИДа назвал подобный шаг в самый разгар волной насилия против евреев глупой уступкой террору. Между тем, большинство израильтян как раз не собирается уступать террору. Тот факт, что убийца все еще находится на свободе, не остановил бывшую парижанку Стефани. Всего год назад она с семьей переехала в Израиль после терактов во французской столице, а сегодня вышла с детьми на улице Тель-Авива. Конечно же, есть страх. Тем более, что мы из Франции. Мы жили рядом с кошерным супермаркетом, где год назад произошел теракт. И мы знаем, что это такое. Но, с другой стороны, нельзя дарить подарки террористам. И мы не собираемся менять свой образ жизни и закрываться дома. Последняя волна палестинского террора продолжается. И когда она закончится, никто сказать не может. Сюда, в центр Тель-Авива, уже четвертый день люди приносят цветы и зажигают свечи. Четвертый день полиция продолжает поиски террориста всего в нескольких километрах от места теракта в минувшую пятницу.